Развитие, рост здоровья ребенка и даже успеваемость в школе напрямую зависят от сбалансированного питания. Чем раньше у детей будет сформировано правильное представление о здоровой еде, тем больше шансов, что привычка правильно питаться станет неотъемлемой частью их повседневной жизни. Для того, чтобы привить детям навыки правильного питания, в школах района на протяжении всего учебного года проходят уроки здоровья. Одно из таких тематических мероприятий на тему «Разговор о правильном питании» прошло в средней школе номер 43. Учащимся начальных классов в игровой и доступной форме рассказали о вредных и полезных продуктах питания, о том, почему важно вести здоровый образ жизни. Для детей были проведены интересные конкурсы и викторины. Школьники не только активно выполняли предложенные задания, но и сами выступили с презентацией «Вредная пятерка вредных продуктов». Сладкие шоколадные батончики, большое количество сахара, химические добавки, высочайшая колоритность. Сосиски, салбельки, колбаса, пастеты и другие продукты с так называемыми скрытыми жирами. В их составе сал, внутренний жир, свиная скука занимают до 40% веса, но маскируют их под мясо, в том числе с помощью вкусовых добавок. Кроме школьников, на уроке здоровья присутствовали и учителя начальных классов из школ города и района. Открытое занятие проходило в рамках обучающего семинара-практикума. Благодаря таким семинарам педагоги могут увидеть разные формы работы с детьми, научиться чему-то новому. Ежегодно мы проводим где-то по 3-4 семинара в течение учебного года именно для учителей начального уровня образования. В этом году это у нас третий семинар, он проходит на базе этой школы. В этом учебном году также планируется проведение практического обучающего семинара для учений начальных классов в сельской школе. Это школа номер 8, она нас пригласит в апреле к себе. 43-я школа, на базе которой проходил семинар-практикум, может продемонстрировать не только инновационные методики преподавания, но и прекрасное оснащение учебных классов. Благодаря программе модернизации образования за счет краевых средств в учебном заведении появились новые учебные классы. В 2017-2018 году наше образовательное учреждение получило три новых кабинета для начальных классов, плюс методическое оснащение к этим кабинетам. Конечно же, огромную пользу играют методические материалы на уроках. Дети с большим интересом присутствуют на уроках, слушают, усваивают материал. Благодаря прекрасной материально-технической базе и, что самое важное, учителям, которые всей душой отдаются любимому делу, процесс обучения становится интересным и комфортным для ребенка. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».